Такая стояла задача у нас от заказчика, чтобы сделать зону ожидания более уютной. И вот эти вот панели здесь, то есть эта вся стена будет из панели. Эти металлические дверцы тоже вписаны в общий дизайн панелей. Обратите внимание на потолок. Это грильята. Замечательным качеством этих обоев является, что они противопожарные. По всем требованиям документы были предоставлены нашими итальянскими поставщиками. Все покроют скоро воском, будет блестеть и практически не отличить от натурального камня. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня мы находимся на нашем объекте под названием интерьеры офисов семья и спар. Вы уже наверняка видели наш проект, дизайн-проект, наши задумки. Ссылочку для вас я оставлю в описании для тех, кто не смотрел. Ну а те, кто смотрел, могут обновить в памяти наши визуализации. Ну а сейчас вы видите уже воплощение. В рубрике «От ремонта до новоселья» мы показываем некоторые этапы реализации. В настоящее время уже выложен на полу керамогранит вот с таким геометрическим рисунком. Если внимательно посмотреть визуализацию, там рисунок был более крупный, планировался из разных плит керамогранита вырезаться. Но мы нашли подходящий вариант, который уже с изображением геометрического рисунка, вот такого ковра. Я решила, что он вполне подойдет. Он подходит и по бюджету, и по дизайну, и совершенно замечательно вписался в этот интерьер. Глянцевая поверхность этого керамогранита придает торжественность этому небольшому помещению. За моей спиной находится вот такой квадрат с имитацией натурального камня под оникс. Ониксы, как вы знаете, бывают и желтые, и зеленые, и такие, как бы белые, с зеленоватым оттенком. Очень много вариантов. И бывает вот такой красно-коричневый оникс, он, как правило, не просвечивает, только в таких вот жилках просветы появляются. И мне показалось, что такой вариант камня очень хорошо подойдет в цветовой гамме решения одинаковых кабинетов. Они в целом похожи, отличаться будут только по цвету вот этого квадратного полотна. В одном я взяла как бы красно-коричневый оникс, в другом зеленый такой как бы изумрудный камень, и в третьем кабинете я взяла имитацию белого мрамора с серенькими прожилками. Сейчас вы видите вот это как бы изображение, оно матовое. Дело в том, что художница попросила перед тем, как нанести воск, после которого ничего не исправить, меня посмотреть. То есть я как бы утверждаю, естественно, варианты, и я посмотрела. Больше всего мне, конечно, понравился белый камень. Здесь в целом как бы понравилось. То есть, в общем-то, она максимально подошла к тому варианту, который мне хотелось бы увидеть на объекте. Поэтому завтра же я дам задание покрыть это воском, и будет глянцевая поверхность, будет все замечательно видно, и будет похоже на натуральный камень. Над столом уже повесили вот такой вот обруч, как нимб. На мой взгляд, это наиболее удачное решение освещения в этом помещении. Я на самом деле разговаривала с сотрудниками компании, которые выражали свои пожелания, хотели, чтобы свет не слепил глаза, чтобы не было частой замены светильников. Да, понятно, что здесь есть в организации люди, которые занимаются заменой, но чтобы не получалось, что вот сейчас должны быть переговоры, а свет не горит. Мы поэтому выбрали светодиодные светильники, замена которых, в общем-то, наверное, и не потребуется. Зачастую только требуется поменять трансформатор, он может выйти из строя. Вот здесь вы на стенах видите проводочки торчат, здесь у нас будут совершенно замечательные бра. И уже выводы под розетки. Стены будут в отделке из панели МТФ в белом цвете, цвете РАЛ, 9016. Некоторые из вас спрашивают у меня, какой цвет я использовала. Там, цвет по РАЛу, как правило, я не помню. Но в данном случае я помню, я вам сразу говорю, что вопросов не было. Но имейте в виду, что у белого цвета бывает много оттенков. Есть 9016, есть 9017 и еще какой-нибудь. Поэтому, когда вы выбираете белый цвет, обязательно сравнивайте и смотрите. И при разном освещении он по-разному смотрится. Ну а в дверном проеме вы видите еще пока коричневое такое обрамление. Здесь будет замена дверных полотен на белые, по РАЛу, 9016. И интерьер приобретет тот самый вид, который нам бы хотелось увидеть. За этой переговорной находятся еще две других. Ближайшая переговорная с имитацией зеленого камня натурального. И последняя переговорная уже с белым мрамором, с такими слегка серыми прожилками. Художница постаралась и сделала очень изящную эту имитацию. Все покроет скоро воском, будет блестеть и практически не отличить от натурального камня. В принципе, это так же, как в том же самом Версале или в Эрмитаже. Если вы, кстати говоря, не смотрели видео про Версаль, то ссылочку для вас я оставлю в описании. Обязательно посмотрите, вы увидите, как там используется и натуральный камень, и искусственный. Ну, а здесь вы видите ниши. Совершенно замечательная ниша, на мой взгляд, удобная. Такая стояла задача у нас от заказчика, чтобы сделать зону ожидания более уютной. И вот я, видите, несмотря на свою большую массу тела, присела на эту скамеечку, она меня прекрасно выдержит. Только впоследствии здесь будут, естественно, из текстиля красные подушечки в том самом дизайне цветовом, который мы стали использовать в концепции этого интерьера. То есть у нас белый, красный и зеленый. Ну, а на полу на сегодняшний день уже выложена плитка. Там плитка 60 на 60, она матового цвета, ну, чтобы не скользила. Те, кто смотрел мой дизайн-проект, помнят, что первоначально мы планировали здесь сделать такие, как бы, плитку быстрой укладки, которую за один день могли бы уложить. И она там без клея, без всего, и можно поверх предыдущего покрытия было бы положить. Быстро укладываем плитку, которая за день укладывается, ее надо было ждать поставку 3 месяца. А вот эта плитка была в наличии, ее укладывать неделю, но она была в наличии, и впоследствии было принято решение, что имеет смысл потратить неделю на укладку плитки, а не 3 месяца на поставку. Обратите внимание на потолок. Это грильята. Грильята бывают в клеточку, бывают в полосочку. У нас запланирован сначала был потолок из ГКЛ, гипсокартона, и вот здесь должны были быть рейки из МДФ. Но по пожарным требованиям, которые нам предоставили несколько позже, была сделана замена. То есть мы постарались максимально в первоначальную задумку вписать то, что планировалось, но учесть требования пожарников. Доступ должен быть к коммуникациям, поэтому грильята полностью отвечают этим задачам. Цвет мы оставили белый, хотя цвет может быть и черный, и серый еще какой-то. И вот эти вот рейки, рейчный потолок, это тоже грильята, такое тоже возможно. Далее они будут переходить на стену за стойкой ресепшн, и у нас будут здесь светильники такие тонкие. Это временные светильники, просто чтобы сейчас было освещение, и люди могли продолжать работать, потому что ремонт делается в режиме, так сказать, реального времени, не закрывая офис. Это тоже возможно. Эти светильники снимут, у нас уже заказаны, они уже здесь лежат на объекте, такие длинные тоненькие светильники. То есть будет казаться, как будто бы между рейками проходит свет. И задняя панель тоже будет светиться за стойкой ресепшн, за охраной. В конце длинного коридора находятся еще коммуникации. С точки зрения оформления стен мы выбрали следующее решение. В одной части будут имитации панелей, такие с рамками классических. С противоположной стороны будут стены, оклеены панно итальянского производителя с изображением лепнины. И вот это вот сочетание лепного декора и современных каких-то офисных плоскостей будет немножечко создавать такой резонанс и придавать шарм этим офисным помещениям. Они будут смотреться необычно. Замечательным качеством этих обоев является, что они противопожарные. По всем требованиям документы были предоставлены нашими итальянскими поставщиками. Так что имейте в виду, что это можно использовать даже в общественных помещениях. А мы, кстати говоря, еще использовали и в помещении, где есть прямое попадание влаги, в мокрой зоне. Это мы использовали в проекте «Квартира с птицами». Если вы не видели этот проект, то обязательно посмотрите по ссылочке, которую я оставлю для вас в описании. Что касается коммуникации, вы видите здесь красного цвета пожарный щиток. Они бывают белые, бывают красные. Красный цвет абсолютно хорошо подходил под дизайн нашего этого офиса, потому что у нас используются белый, зеленый и красный. Но, тем не менее, поскольку эти щитки нельзя закрывать, то мы его спрятали в нишу, то есть мы ее как заглубили. Поэтому, когда человек входит в это помещение, издали этот щиток даже не виден. Ну а при приближении, то есть все требования пожарников выполнены. Далее находятся ниши, в которых должен быть доступ к другим коммуникациям. Они будут закрыты металлическими дверцами, это по требованиям тоже пожарников. И вот эти вот панели здесь, то есть эта вся стена будет из панели. Эти металлические дверцы тоже вписаны в общий дизайн панелей. То есть вот одна стена с панелями, другая стена с обоями. Здесь будут точно такие же рейки, как на зоне ресепшн, входной зоне. То есть у нас получается сначала клетчатые грильята, потом полоски со светильниками, потом опять клетки, и опять здесь будут полоски. В целом, я думаю, что интерьер получится достаточно воздушным и свежим. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы. Ну, а так традиционно подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропустить новые видео, обязательно поставьте галочку на колокольчик. Ну, а на сегодня всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!